Безусловно, была тогда невеликая русская, но большая советская культура, у меня всякого сомнения. Мы сейчас живем на ее перегное. За 25 лет после падения Советского Союза в области культуры не создано вообще ничего, просто ничего. Ну, то есть, по мелочи, естественно, можно назвать, вы мы писатели, у нас все грамотные, там, Пелевин, Быков, Акунин, там, можно еще назвать кого-то, Прилепин кому-то нравится. Но по масштабу не то, что русской литературы начала 20 века, это просто вообще издевательство даже сравнивать, но даже по масштабам советской литературы 60-х, 70-х годов это ничто. Это ничто как в профессиональном плане, так и с точки зрения восприятия публики, потому что тогда, конечно, отношение к литературе, к культуре было совершенно другое, гораздо более серьезное, гораздо более заинтересованное. Но сегодня это чистая развлекаловка, лабутены. А когда слушали Высоцкого, допустим, у него были, естественно, и сатирические песни, и иронические песни, но даже к его ироническим песням относились совершенно иначе. А вообразить сегодня писателя такого, как Солженицын, просто невозможно в принципе. И вовсе не потому, что Солженицын великий и гениальный литератор, ничего подобного. С моей точки зрения, как профессиональный писатель, он не намного лучше тех, которые есть сейчас, а может быть и совсем не лучше. Но отношение к Солженицыну было абсолютно другим. Это было отношение как к пророку, глаголом «жечь сердца людей». И не только Солженицын, там Распутин был очень хороший писатель, кстати, профессионально намного лучше, чем Солженицын. Отношение к нему было очень такое серьезное. Трифонов, ну масса была действительно писателей, а, очень серьезных, б, к которым отношение было крайне серьезное.